Здарова всем ребят, с вами Хилхёртс, и сегодня у нас наконец будет нормальный, переделанный, полностью доделанный рабочий мили билд. Мы уже несколько часов отыграли именно стриме, и знаете, это все работает. Сейчас я вам покажу немножечко геймплея, потом все покажу, расскажу, поясню, дам советы. Если кому-то неинтересный геймплей и хотите сразу объяснение, то в описании будут все тайм-коды, ребята. Сейчас сложность кошмарная, от себя сразу добавлю то, что на кошмаре очень тяжело, но возможно, мы даже с пацаном убили корневого дракона вдвоем, тут чисто в мили билде, вот, а на высокой сложности это вообще прогулка, ну то есть без проблем. Ну то есть, как вы видите, урон впитывается довольно неплохо, даже очень неплохо, и отхил идет восхитительный. Чем больше урона мы наносим, тем больше мы отхиливаем. Ну, если постараться, умереть, конечно, можно, а в целом вполне себе убивабельный билд. Разумеется, вот летающих противников придется убивать вот так. Так, ну и давайте самое сложное, специально нашел элитного противника, сейчас покажу, что мы можем убить даже элитника, ребята, даже элитника. То есть, просто не получаем урон. Если совсем худо, можно включить временная неуязвимость, вот, то есть, посмотрите, вообще не будем получать урона. Ну то есть, видите, вот, только модификатор тратится. Билд безумно танковый, еще раз повторяюсь, это кошмарная сложность, ребят. Кошмарная. Ну давайте все модификаторы сейчас пройдут, посмотрим, справимся ли мы с элитником. Так, модификаторы закончились, урон получать начали, погнали бить его. То есть, в принципе, возможно, без проблем. Иногда, конечно, имеет смысл немножко вернуться, хоть мы это и плохо делаем, но тем не менее. По-моему, он сломался. Ладно, убьем его так. То есть, вы все, я думаю, поняли. И давайте теперь переходить к объяснениям. Давайте сразу пройдемся по броне. Я буду использовать новую броню Лето, потому что у нее есть одна очень крутая штука. Вот смотрите, в чем главный прикол этой брони? Вот видите, снижает степень оглушения на 1. То есть, любая атака, которая раньше нас откидывала бы и роняла, теперь просто мы немножко пошатнемся. То есть, видите, этот элитник даже ничего нам не мог сделать. Да даже боссы никто не сможет нас ронять. Мы убивали корневого дракона. По-моему, всего одна у него была атака, которая ваншотила. Вот, так что отличная броня. Альтернативно, ребята, советовали сет Пустоты, но все еще у него нет вот этого бонуса. Хотя, ребята, если собрать какой-нибудь супер комбо сет, возможно, будет даже эффективнее. Пробовали плетеный нагрудник на отхил. Прикольно, но, как бы, знаете, тоже немножко не то. Так что, мое мнение, лучше всего броня Лето. Итак, по кольцу. Кольцо, самое важное, ребята, это кольцо кровопийца, потому что оно позволит нам подольше жить и получше хилиться. Так, вот уже второй слот кольца я тут подготовился. Сделал себе наброски, смотрите. Мне нравится, если вы будете играть на кошмарной сложности, кольцо стража. Потому что вы вблизи будете получать много урона, и снизить этот получаемый урон это очень неплохо. Что можно сделать альтернативно? Альтернативно, вот в последнем патче очень сильно повысили камень гравитации. То есть, смотрите, урон будет на 20% больше, если в радиусе будет всего 2 противника. На кошмарной сложности очень много противников, они постоянно вас окружают, прибавка будет космическая. Так, затем, еще, если вы хотите играть против дальнобойных персонажей, вам может помочь кольцо матери. То есть, минус 20% издалека. Это безумно много, ребята, просто поверьте. Это реально отдельные кольца. Потом, если вы играете на высокой сложности и хотите максимум дамага, корневой браслет повышает скорость атаки, ближе не будет на 15%. Это безумно много, ребята. Вы будете просто, как ураган, всех сносить. Ну, альтернативно, можно перстень силы, хотя его бы я не советовал от слова совсем. По кольцам, наверное, все. Так, от амулетов. Смотрите, на высокой сложности вы можете, вот даже с таким перекатом, вам не нужно перекатываться, вы будете танковать абсолютно все. Так что на высокой сложности можете надевать любой амулет. Мне нравится идол, потому что он повышает эффективность брони. Альтернативно, советовали ребята на стриме амулет мясника. То есть, будет немножко больше урона. Ну, не знаю, сомнительно. Если вы будете какое-то элементальное оружие использовать, может грозовой амулет, чтобы максимум увеличить дамага. Хорошая штука, в принципе. Но, но, ребята, если вы будете играть вот на этой сложности, как я, на кошмаре, то я бы посоветовал, наверное, даже, знаете, против боссов надевать амулет лито, чтобы у вас был хоть какой-то перекат. Потому что у боссов будут некоторые ваншотные атаки почти. Так что лучше уворачиваться. Вот как-то так. Что еще по амулетам? Мне реально очень понравился, вот, с которым я сейчас бегал, вполне себе, вот, еще больше защиты. ИТ-853, и эта броня плюс 19 всего. Но, есть еще одна интересная особенность. Я попробовал побегать вот с этим амулетом, чтобы заполнять модификатор. В принципе, очень годная штука. А, ну и теперь, наверное, самое интересное. Давайте, давайте по модификаторам пройдемся. Один человек, который помогал мне убивать босса, сказал то, что этому билду обязателен жетон переноса, чтобы его заряжать и быстро телепортироваться от некоторых атак и наносить много урона. Но, спросите вы, а как же нам быстро заряжать модификатор? Для этого нам может помочь топор стража. Вот этот вот. Хорошая штука, об этом чуточку попозже. Так вот, я, если играю на высокой сложности, обязательно использую иммунитет крикуна. Если втачить пушку на плюс 20, то будет плюс 35% снижение урона, ребята. Это очень много, мы почти не будем получать урон. Вот, и на второе оружие я обязательно использую новый модификатор, мерцающий покров, который дается за нового босса, босс сплиттер. Истязательно русском, по-моему. Я не знаю, здесь какой-то неправильный перевод. Вот, в общем-то, у нас есть 146% хп. Ну, то есть, мы в течение минуты будем почти бессмертны. И каждый удар противника, чем сильнее этот противник, тем больше он будет скидывать, скажем так, полоску модификатора. Ну, то есть, вы видели. Меня оббил элитник, и эта полоска немножко убиралась. Вот, давайте потом поговорим альтернативно, какие модификаторы сюда могут зайти. Могут зайти. Так, глядите. Первое, что мне понравилось, это мы сейчас посмотрели сетап для кошмара. То есть, вот лично так бегу я. Мне очень нравится, вполне себе играбельно. Окей, какие модификаторы могут помочь? Если вы будете играть с напарником... Показалось, кто-то рычал. Если вы будете играть с напарником, есть смысл взять каждому по разной ауре. Например, каразийная аура, чтобы снижать броню противников. Отлично зайдет. Песнь мечей тоже отлично зайдет, чтобы еще больше дамажить. Но это будет безумный дамаг, уже просто неприличный. Еще против боссов, которые бьют в миле очень сильно, можно использовать плащ из шипов. Тоже очень годная вещь. Так, кто-то еще советовал рой, но я, к сожалению, не проверял, поэтому подсказать не могу. Из оружия? Да в принципе, ребята, какая нафиг разница оружия? Мы же полностью в ближнем бою. Что вам нравится из чего стрелять, то и берите. Вам только модификаторы использовать. И теперь самое интересное по ближнему пушкам. Смотрите, раскалыватель миров. Чем он хорош? Он довольно медлителен. То есть, кроме шуток, очень медлительный. Но у него есть одна восхитительная атака, вот такая, которая очень часто критует и может отталкивать противников. Это очень помогает, чтобы убивать, скажем так, толпы маленьких врагов, особенно на кошмаре. Ну, то есть, вы видели. И причем эта обилка, сейчас покажу, ударный взрыв. Насколько я понял, она очень сильно связана с талантом каталиста. Так что, чем больше она, тем чаще она срабатывает. Окей. Боссов мы убивали, лично я убивал. Вот эндив, вот копьем, сейчас покажу. Забытый гарпун. Я еще его не успел проточить. В чем его фишка? Повышает урон при каждом ударе на 10% до 15 секунд до 5 раз. То есть, максимум плюс 50% урона. Довольно неплохо, согласитесь. Еще на стриме ребята сказали, глаз бури, если его проточить, очень хорош против толп. То есть, в чем фишка этого оружия? Первый раз мы, когда ударили, у нас может на противника наложиться эффект перегрузки. И каждый, как бы, второй удар, этот эффект перегрузки скидывается, но противник взрывается, нанося урон всем вокруг. Вы будете бить вот так, просто ПКД абсолютно всех, и данная перегрузка будет очень часто пробовать. Восхитительный билд. Очень клево. Но, пожалуй, я, наверное, остановлюсь на том. Еще, может быть, жар подойдет, но я не пробовал, честно. Потому что очень хороший эффект горения. И также еще, может быть, из отбога джунглей. Потому что кровотечение это имба. Вот. Но я не пробовал, не могу подсказать. А человек, который бегал с топориком стража, постоянно бил, у него очень быстро заполнялся модификатор, и ему очень нравилось. Он постоянно использовал обилки. Но тогда урона маловато. А, ребята, если вы не вывозите, мы корневого дракона, лично я убивал, при помощи рассекателя, чтобы как можно больше лечить хпшку. В принципе, помогло, но... Ну, не знаю, ребят, я бы все-таки выбрал дамаг. Вот. А вообще, я вам посоветую, не играйте на кошмарной сложности мили пилдом. Это того не стоит, ребята. Вы потратите нервы, но если хотите помучиться, поиграйте в Дарк Солс. В общем-то, почему нет? Вот. Ну, и теперь самое, наверное, последнее, это таланты. Итак, ну, как мы можем понимать, хпшку, стойкость максимум. Дух, в принципе, ребята, наверное, тоже максимум. Потому что чем быстрее мы зарядим модификатор, тем мы быстрее сможем включить какую-то обилку. Так что качаем тоже. Ну, знание старца, если хотите прокачиваться. Древесная кожа, обязательно. Дар матери, в принципе, тоже обязательно. Мы же идем в защиту. Добытчик, это мне, чтобы большевому падало, не обязательно. Быстрые руки, не обязательно. Дар хранителя, в принципе, обязательно. Но альтернативно, эта штука ускоряет заряд модификатора. То есть, нам тоже нужно. Мироходят с расход выносливости. У нас будет безумно улетать стамины, так что желательно прокачать. Восстановление не очень обязательно, но можете. Насчет уязвимости. Иногда залетают удары по уязвимым местам, но мне кажется, это опционально. Обжору обязательно, потому что либо хильнуться, либо чем-то зарядиться, либо адреналин использовать, либо еще что-нибудь. Так что качаем. Катализатор тоже. Проки с оружием будут лететь просто налево и направо. Бонус к риту. Обязательно палача. Стабильность не нужна. Убийца. Обязательно. Приоритеты, знаете, наверное, просто must have. Самый-самый must have. Вот. Ну и теперь мы переходим к самым важным штукам. Проворство, скорость бега. Если хотите. Потом, если лишние таланты есть, обязательно качаем. Мистический удар. Обязательная штука. То есть мы будем бить в ближнем бою, и от удара в ближнем бою будут заполняться наши модификаторы. Идеально данный талант коррелирует вот с этим топором. Просто восхитительно. Так, идем дальше. Тут уже немножко осталось. Мастер теней нам нафиг не надо, мы постоянно будем на лице у врага. Стремительный удар. Скорость атаки в ближнем бою плюс 15%. Окей, хорошо, скажите вы. Дополнить это можно вот этим кольцом еще 15%. То есть 30% атаки в ближнем бою. Это безумие, ребята. Я прошу меня дико извинить за стуки на фоне. У меня там работа ведется. Простите, пожалуйста, не специально. Так, и еще. Дар стража обязательно, ребята. Раз мы прям жесткий милишник, получаем дар стража. Если что, этот дар дает нам корневой ужас, если мы его победим второй раз. Ссылку на все таланты я оставлю в описании. В общем, где найти оружие, броню, все ссылки будут. Я уже сделал видосы. Если что, посмотрите там, пожалуйста. Либо вам в комментариях кто-нибудь что-нибудь подскажет. Так, воин. Это просто обязательно плюс 50% урона. Ну и последнее, в общем-то. Особо ничего и не надо. Ну, вот какой-то такой билд. Ребята, мне кажется, раз этот билд может жить на кошмаре, но высокой сложностью он будет жить раза в 4 лучше. Вот. Только, только, ребята, ни в коем случае не надевайте сюда кольцо адмирала. Оно того не стоит, ребят. Серьезно. Просто не мучайтесь. Если кто-то что-то где-то может добавить, ребята, пожалуйста, пишите в комментарии. Я буду рад почитать. Ребята, которые захотят этот билд, тоже захотят советов. Так что... Вот. Надеюсь, билд вам понравится. Очень хорошее обново, очень хорошее дополнение. Надеюсь, не слишком сильно и не слишком сильно данный сет пофиксят. Ну, а сейчас давайте я вставлю, наверное, со стрима запись, как мы убивали корневого дракона на кошмарной сложности и как мы убивали, получается, босса Дробила на... Точнее, дракона мы убивали на кошмарной, а Дробила на высокой сложности. Вот. Ну и потом, наверное, попрощаюсь. В общем-то, да. В общем-то, да. Так, ребят, ну и после всего я еще забыл сказать то, что постоянно можно пользоваться адреналином, потому что, смотрите, увеличивает скорость передвижения, но это ладно. Самая важная, скорость атаки в ближнем бою на 10% на 40 секунд. В последнем патче адреналин тоже бафнули, он очень хорош. И еще, божественный нитар тоже может повысить эффективность брони на 10% на час. Очень хорошая штука. Из расходников... Наверное, больше ничего не может помочь. Ну, кроме вот этого. Там хпшка, мпшка, крытый, в общем-то, как-то так. В любом случае, если видео вам понравилось, то я рад. Можете оценить его, подписаться на канал, поставить лайк, и все читаю, все отвечаю. Ребята, это правда очень мотивирует. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, билд вам сойдет. Надеюсь, теперь каждый сможет полностью в милишке поиграть в ремнань. И будет очень рад. Спасибо спонсорам, спасибо всем за просмотр. Всем всего хорошего, удачи, вы самые лучшие. Обожаю всех. С вами был Хилл Хёрдс. И самой хорошей, крепкой вам брони, друзья.